Всем привет! И сегодня снова с вами я, Халлен, на моем канале Халлен's Kitchen Stories. И сейчас у нас сезон тыкв. Как вы все знаете, тыква это замечательный продукт, это низкокалорийный, богатый витаминами продукт, и который, при том, что немаловажно, долго хранится. И сегодня мы делаем фаршированную тыкву. Это очень легкое блюдо. Тыква у нас запеченная, не жареная, не пареная, не пареная. В принципе, в основном лучше всего тыкву готовить для любых блюд, для салата, для гарнира, запеченную в духовку. Итак, что нам понадобится? Это у нас тыква, сквозь называется, как масляная такая мускатная тыква. Чем она отличается от Санфии? Очень легко резать, она очень мягкая. Ну, в принципе, они все мягкие, но эту просто удобно разделывать. И мы берем две такие замечательные тыквочки, а для фарша мы берем полкило, ну, тут, наверное, чуть больше, тут грамм 700, наверное, я взяла говяжьего фарша. Вот такой лук, петрушку, чеснок, ну, еще специи сейчас по уходу я озвучу. Ну вот, мы почистили наши тыквочки, разрезали вдоль, очистили семена, немножко соли. И самое главное, это оливкое масло. Хорошо, хорошо сбрызгиваем, даст и цвет, и вкус, и поможет хорошо зажариться. Ну, в общем, оливкое масло, вы знаете, Extra Virgin всегда, холодного джима всегда у нас ценится. И ценится не только у нас, а по всему миру. И несем в духовку. Духовка у нас горячая, на 220 градусов, ставим на 30-40 минут. Теперь добавляем пол чайной ложечки куркумы. Вы знаете, что куркума, это вообще такая специя золотая, замечательная, которую стоит добавлять во все блюда. По чуть-чуть, много нельзя ее, но по чуть-чуть можно. Куркума. Даже не можно, а нужно. Одна четвертая ложечка корицы. Нарезаем теперь наш лук, лик. Белую, да, часть используем. Вот, и режем наш лук. Первый лучок идет сюда. Три зубчика чеснока сейчас добавим. Можно серединочку злост чесночный не доставать, потому что у нас он будет термически обрабатываться. Все знают, что в серединке чеснока такая зеленая, такой зеленый, как стебелечек, да, серединочка. Вот это и есть чесночная злость. Но мы все вместе, потому что мы термически обрабатываем. И излиться она на нас не будет. Теперь добавляем фарш. Хорошо-хорошо размешиваем. Вот сейчас еще пару минут и можно добавлять наши помидорчики. Либо томатную пасту можете добавить, либо просто вот мятые помидорчики мелко порезанные. Так, вот у нас уже как хорошо наш фарш. И вот пол такой баночки, здесь 800 грамм, и мы 400 грамм отсюда, вот пол баночки сюда пересыпаем. Они вот как давленые, видите, такие помидорки. Крышкой можно не накрывать, оставляем еще минут на 10, временами перемешиваем. И вуаля. Тыквочки наши готовы. Выключаем. Я после получаса еще 10 минут их поставила 10-15 минут на гриль. Бройл. И они, видите, так зарумянились. Такие шикарные. Красивый. Инсо какой красивый. И что немаловажно, смотрите, они мягкие-мягкие, просто вот супер. Они готовы. Теперь мы начиняем нашу начинку. Вообще тыква всегда удачно сочетается с любыми видами продуктов. Вы все знаете, что каротина в тыкве в 5 раз больше, чем в моркови. И что каротин у нас в организме преобразовывается в витамин А. А чем полезен витамин А? Ну, конечно, это для зрения он полезен. И хватило у нас прям тютелька в тютельку. И видите, какая красота. Просто оно уже все готово, уже красиво. Но мы сейчас наносим еще один штрих. Это сыр, моцарелла. Вы можете взять любой. Можете пармиджано взять. Можете взять какой-нибудь чеддер, кстати. Шикарно будет. Он даже по цвету будет такой желтенький, рыженький. Вот по тыкве. Но у нас все огромные любители моцарелла. И вы знаете, я в Коско покупаю большой брусок по 2 килограмм. Поэтому мы всегда используем моцареллу. Хотя, например, на день благодарения будет замечательно попадать с чеддером. Для того, чтобы было особо красиво. И еще на 5-10 минут на гриле. И замечательно. И чего не хватает? Конечно, зелени. Блин. Что? Только не зелень. Петрушка с циквой очень хорошо сочетается. Запах божественный, как обычно. Сейчас будем пробовать. Я уверена, это очень-очень вкусно. И теперь мы разрезаем посерединочке на мягкое-мягкое. Смотрите, какая красивая. Миша. Божественная. Просто божественная. Вот так аккуратненько. На лисунке кусочек. Опс. Ой, мякоть какая, посмотрите, шикарная. Божественный аромат, необыкновенный вкус. А польза, я уже несколько раз сказала, что все блюда из тыквы невероятно полезные и низкокалорийные при этом. Поэтому все, кто надеется, пожалуйста, ешьте тыкву, обогащайтесь витаминами и при этом не полнейте, а наоборот, останетесь стройнее и здоровее. Ну, а я, как всегда, вам всем желаю счастья, добра и позитива. Пока.